Открытие турнира традиционно начинается с построения. В руках у ребят таблички с названием городов, которые они представляют. Надо отметить, что популярность турнира растет. Сегодня в соревнованиях принимают участие мальчишки и девчонки из 10 регионов России. Это уже стало доброй традицией проведение данного турнира. Проводим третий раз. С каждым разом все больше и больше участников, которые сразу регионов страны приезжают, показывают мастерство. Это очень хороший стимул для ребят и хорошее воспитание, и память нашим сотрудникам, которые отдали свою жизнь, выполняя боевые задачи. Организаторами соревнований традиционно стали администрация Ленинского муниципального района, МВД России по Ленинскому району и Московская областная организация «Общество Динамо». На торжественном открытии выступили представители силовых структур, администрации района и судейского корпуса. Но самый большой восторг у молодых спортсменов вызвало присутствие особого гостя. Чемпион мира в борьбе грэпли и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, имеющий на своем счету 60 побед в МВД, Джейм Монсон. Присутствие столь именитого гостя также указывает на возросший статус соревнований. Накануне именитый спортсмен провел мастер-класс для молодых борцов. Обращаясь к участникам состязания, чемпион сказал, для него стало огромной честью, что его пригласили на этот праздник мужества. Ему было приятно пообщаться с теми, кто является будущим России и ее спортом. Я думаю, есть две самых главных вещи, которые постоянно должны присутствовать в жизни этих ребят. Во-первых, необходимо получать удовольствие от того, что ты делаешь. И во-вторых, нужно постоянно учиться. Учиться в спорте, в работе, в отношениях, чтобы делать это лучше всех. Если еще до выхода на ковер ты говоришь «я проиграю», то ты не добьешься успеха и в жизни. Также в открытии приняла участие музыкальная группа «Андер Скайп». А сотрудники спецкурса Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Московской области провели показательные выступления, где продемонстрировали свои боевые навыки. Молодые спортсмены наблюдали за эффектными приемами профессионалов, в буквальном смысле затаив дыхание. Есть такое понятие «сила воли» и «сила духа». Для спортсмена это необходимо. А в будущем это защитник нашего отечества. Человек должен развиваться гармонично и физически, и духовно. После официального открытия начались поединки. В турнире приняли участие более 500 юных спортсменов. Юноши и девушки от 3 до 13 лет из 20 спортивных клубов. Дополнительной сложностью стал для борцов размер татами. Он составлял всего 4 на 4 метра. Но так как их было 6, то провести соревнования удалось в течение одного дня. Несмотря на довольно юный возраст спортсменов, на татами можно было увидеть весьма зрелищные броски и подсечки. По итогам соревнований победители и призеры были награждены дипломами, медалями и плакатами с автографом Джеффри Монсона. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская, Видное ТВ.